Всем привет, друзья! Вы на канале Борис Пранкс. Мы находимся в городе Кировск. И сегодня я притворюсь репортером для того, чтобы обсудить с жителями города разные дурацкие новости. Погнали! Наверняка слышали новость, что сейчас в Кировске нашли плутоний, редкий химический элемент. Слышали об этом? Ну да, в интернате. И сейчас, как вы, наверное, знаете, что хотят обязать граждан выполнять норму по добыче плутония 10 кг в день. Ну, плутоний я еще со школы знаю, что как бы это довольно опасный химический элемент. Да, абсолютно точно. И поэтому я против. Мы с вами согласны. Но дело в том, что это положительно скажется на экономической составляющей для города. Привлечет сюда большие инвестиции. И сейчас важно все-таки, чтобы горожане поддержали эту идею. Инвестиции – это здорово. Это все пойдет, конечно, на благо городу. Доступный плутоний для всей России. Мы с телевидения, мы сейчас научную передачу снимаем просто. Нам нужен герой, на котором мы протестируем плащ-невидимку. А он что, реально станет как хамелеон? Да, да, да. Новейшая разработка сейчас. Каперлан. По-русски хамелеон 3000 XF665. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире научная передача города Кировск, Киборгск. Сегодня мы протестируем новейшую разработку. Плащ-невидимка, Каперлан, хамелеон 3000. И здесь у меня пульт управления от хамелеона 3000. Сейчас я нажму на вот эту красную кнопку, и Кирилл станет полностью невидимым. Готов? На счет три? На счет три. Раз, два, три. Вот мы перестали видеть Кирилла. Кирилл, ты здесь? Ты можешь заговорить с нами? Мы тебя не видим. Да. Друзья, на ваших глазах происходит чудо. Мы не видим Кирилла. Кирилл полностью исчез. Плащ-невидимка действительно работает. Кирилл, а можешь прикоснуться ко мне? Где ты? Только очень осторожно. Плащ-невидимка стоит очень дорого. Вот, я ощущаю на себе прикосновение Кирилла. Кирилл где-то здесь. Друзья, вот видите, научные прорывы прямо в нашем городе совершают лучшие умы мира. Я отключаю плащ-невидимку. А, все, мы снова видим тебя. И хотелось бы, чтобы ты поделился своими впечатлениями, Кирилл. Вот, когда ты исчез, что ты почувствовал? Я почувствовал, что у меня нету. Руки видел свои? Не видел, да? Здорово. Сейчас мы аккуратненько его снимем. А можно я приму? Да, сейчас примеришь, конечно. Я боюсь, что не получится второй раз его запустить. Каждый запуск стоит миллион рублей. Меня не получите? К сожалению, нет. Тишечки, осторожно. Ура, как это площадки! Еще шарики в флаг России. Конечно. А знаете, кто построил? Нет. Я. Меня зовут Горохов Борис Анатольевич. Я, собственно, баллотируюсь сейчас на должность к нам в мэрию. И сегодня мы делаем торжественное открытие качелей вот этих вот. Здесь скоро появится красивая качель. Я сейчас перережу ленточку. Детишки, вы все похлопаете, когда мы ее перережем. А вас я попрошу просто сказать. Борис Анатольевич, мы вас благодарим. Спасибо за то, что дарите нам качель. Хорошо? Борис Анатольевич, благодарю вас за площадку. Спасибо вам также и вам. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Скоро здесь будет красивая, красивая качель появится на этом месте. Все делаем для нашего города Кировска. Горохов Борис Анатольевич, голосуйте за меня. Мы сделаем Кировск столицей России. И похлопайте еще, детишки. Как вам вообще площадка? Нравится? Да, нормально, мне нравится. Сейчас ее площадка очень. Ну, мы старались. Вот сейчас торжественное было открытие, еще качели. Вам спасибо большое. Да, не за что. Это наша работа. Здравствуйте. Мы тут снимаем репортаж для телевидения. Рассказываем о прорыве научном. Что вот человек впервые подключил мозг к компьютеру. Тема довольно-таки интересная. Но на самом деле ничего сказать не сможем. Не-не, то есть тут не потребуется какой-то квалификации, да, с вашей стороны. Вы хотели просто, чтобы кто-то нам немножечко подыграл и сказал, что вот это я тот самый человек. На самом деле не хотелось. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы рассказываем о научных достижениях жителей города Кировска. Сегодня мы поведаем вам историю нашего профессора Вязелова Николая Дмитриевича, который впервые в мире совершил научный прорыв и сумел подключить мозг человека к компьютеру. Перед нами Евгений. Это тот самый человек. Евгений, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, вот какие изменения у вас произошли после того, как вы стали киборгом. На самом деле изменения довольно-таки великолепные. У меня очень сильно усилился слух. Зрение стало в разы лучше. То есть видите на прям далекое расстояние. Очень дальнее расстояние, да. И возможность подключаться к компьютеру появилась какая-то. Я слышал, да, что вы прямо можете выйти в интернет вот прямо сейчас. В честь в пункте, да. А можете сказать, какая сегодня будет погода? Вот прямо сейчас подключитесь. Довольно-таки солнечно сегодня будет. Дождя точно не будет. Добрый день, дорогие друзья. В эфире научная передача «Киборгск». Сегодня мы рассказываем о научных достижениях города Кировска. И в этот раз это действительно настоящий научный прорыв. Впервые в мире разработчику Станиславу Ивановичу Бройдману удалось разработать самый настоящий в мире телепорт. Это на самом деле неправда. Но у нас часто бывают такие вот прорывы научные, которые мы придумываем, в общем, сами. И мы сейчас скажем, что это как будто телепорт. И сейчас вместе с Артемом мы продемонстрируем, как это работает. Второй конец телепорта находится в автовокзале. Сейчас Артем пройдет к той двери и потом телепортируется прямо на ваших глазах обратно сюда. Ну что, Артем, начнем тогда? Добрый день. Ух ты! Как это работает, Артем? Я вот сам не понял. Только что был здесь, зашел и сразу оказался на автовокзале. Прям вау. Ого, ничего себе. Вот вроде бы на ощупь как обычная твердая стена. А по ощущениям, то есть, как это? Ты был там, уже здесь. Что происходит внутри? Какое-то очень непонятное чувство. Даже писать не знаю как. Это быстро происходит? Или вот ты что-то видел, когда был переход между туннелями? Между двумя дверьми? Все было как мгновенно. А, мгновенно. Ничего себе. Вот такие научные прорывы совершают уроженцы города Кировска. Сегодня мы снимаем репортаж о спортивной жизни города Кировск. Расскажите, как часто вы занимаетесь спортом? Регулярно делаете зарядку? И какой-то, может быть, совет молодым дадите? Меня приглашает в Колпино. Я отучился там 2 года и 8 месяцев. Колпино. СПТУ номер один. Ничего себе. Японская годовая. Извиняюсь. Сейчас я спился, скурился. Чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. Все хорошо, да? Единственное, что нужно, чтобы вы сказали. Я каждый день делаю зарядку, бегаю и вам советую. И пил гефир. Да, да, да. Молоко, гефир. Вот это все. Давайте заново. Давайте. Добрый день. Сегодня мы снимаем репортаж из города Кировска о его спортивной жизни. Рядом с нами стоит Артем Николаевич. Артем Николаевич. И он расскажет о своих спортивных достижениях. Я делаю пробег утром. Полшестого в 6 утра. Подтягиваюсь максимум в 10 раз. Ого. Ну, отжимаюсь. Ага. Потом бегу на небо, на пляж. Ага. Ну, там, споласкиваюсь. Каждое утро? Каждое утро. Это обязательно каждое утро, е-мое. Артем Николаевич. Вот. Берите пример, друзья. Как держать себя в форме и как сохранить свое здоровье на долгие годы, как Артем Николаевич. Кировск. Спортивная столица России. Друзья, я прошу вас быть вежливыми по отношению к участникам этого розыгрыша в комментариях. Вам они могли показаться слишком наивными или некомпетентными, но поверьте, это не так. Нам очень понравилось в городе Кировске. Люди здесь просто замечательные, очень добрые и отзывчивые. Если вам понравился этот ролик, напишите комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем спасибо. Пока.